Привет всем любителям онлайновых игр! Вы наверное уже устали смотреть на то, как из года в год выходят клоны линейки и мира Варкрафта. И в этом году нас ничем не удивили, мы вновь получили те самые клоны этих двух игр. Давайте же посмотрим, что ждет нас в году грядущем. Может быть разработчики смогут порадовать нас новыми хитами, которые смогут дотмить славу этих двух уже классических MMORPG. Первая игра, которую стоит ждать в 2014 году, это конечно же The Elder Scrolls Online. Точной даты релиза у нее все еще нет, однако разработчики уверяют, что игра увидит свет весной 2014 года. Как и в других играх серии, The Elder Scrolls действие разворачивается на вымышленном континенте Тамриэль. События игры происходят за тысячу лет до событий The Elder Scrolls V Skyrim. В игре присутствуют три игровые фракции. Эти стороны символизируют лев, дракон и хищная птица. На северо-востоке находится Эбенгардский пакт, который временно заключили Данмеры, Норды и Арганиани. На юге и юго-западе находится Альдемерский доминион, который создали Альтмеры, Босмеры и Каджиты для подавления империи. На западе и северо-западе находится Ковенанд Даггерфола, где бретонцы, орки и Редгарды охраняют торговые пути. И в центре материка находится сам Сергиил, территория, за которую игрокам предстоит сражаться. Главным злодеем игры является Молок Балл, стремящийся покорить Тамриэль и похитивший душу главного героя. Игрокам необходимо вернуть свою душу и спасти при этом Тамриэль. Xenimax Online, разрабатывающая The Elder Scrolls Online, сейчас находится буквально между двух огней. Вселенную The Elder Scrolls невозможно перенести в онлайн без серьезных изменений. А чем больше переделок, тем выше шанс ломать что-то очень важное. Пока дела у Xenimax идут неплохо, фанаты ругаются из-за неидеальной графики, ее еще могут поправить. Но разговоров о том, что это не наша любимая The Elder Scrolls, пока что не слышно. Серия The Elder Scrolls всегда славилась нелинейным сюжетом и проработанным миром. Все это разработчики обещают перенести в онлайн. Нам обещают минимум квестов в духе «Убей 10 кабанов». Чуть ли не у каждого задания будет несколько вариантов прохождения. Будьте готовы к тому, что играя с товарищем и выбрав разные пути прохождения, вы на некоторое время перестанете видеть друг друга. Основным занятием в игре, видимо, станут бесконечные осады Серодеила. Контроль над этой провинцией пытаются получить все фракции. Сражения ведутся за крепости, дающие определенные бонусы. Чем больше крепостей удерживает ваша сторона, тем она сильнее. Если же одна из сторон сумеет добиться полного контроля над Серодеилом, то один из игроков станет императором. Как это все будет реализовано и какие возможности получит правитель, пока неизвестно. В сражениях за Серодеил игрокам придется проявить тактическое мышление. Например, по дорогам, которые объединяют замки, курсируют караваны, с помощью которых организовано снабжение. Если перерезать коммуникации, то это заметно подорвет силы обороняющихся. Кроме того, в сражениях можно будет использовать осадную технику. Ну что же, подождем, посмотрим. Возможно, мы получим клон второго Гильдвара с большим количеством квестов. А возможно, мы получим полноценную ролевую игру во вселенной древних свитков. Но с возможностью испытать это все в режиме онлайн. Вторая игра называется Black Desert. Новая MMORPG из Кореи разрабатываемая студией Pearl Abyss. Основал которую ветеран ММО-индустрии Ким Да Иль, подаривший игровому сообществу такие игры, как C9 Continent of the Nines и R2 Reign of Revolution. В составе студии трудится свыше 60 человек, часть из которых работала с мистером Кимом еще на C9. Разработчики называют Black Desert semi-sandbox MMORPG, что означает широкие возможности в самых разнообразных аспектах игры и большой уровень свободы. Сюжет Black Desert повествует о противостоянии двух сторон – Республики Калфион и Королевства Валенсия. Каждый из которых стремится овладеть черными камнями, разбросанными по всей пустыне, разделяющей две страны. Черные камни – важный источник энергии, нашедший применение и в игровой механике. В основе PvP-системы игры стоит гильдия против гильдии, с возможностью сражаться с другими игроками в открытом мире. Одна из главнейших фишек Black Desert, которой придется по душе большинству любителей PvP – это крупномасштабные осады с практически неограниченным количеством участников и возможностью использовать осадную технику, в том числе боевых слонов, пушки и осадные лестницы. Торговля и производство Black Desert обещают быть весьма интересными и наверняка понравятся фанатам подобного рода занятий. Различные регионы Black Desert имеют различные виды ресурсов и независимые аукционы, а транспортировка потребует умение водить караваны. Игроку придется умело управляться с транспортировочно-производственной картой, а также заниматься исследованиями и микроменеджментом. Не останутся в стороне и любители PvE, квестов, экспоринга и сюжетных MMORPG, ведь в Black Desert будут всевозможные данжены, как закрытые, так и в открытом мире. Необычные квесты, прокачка отношений с NPC, некое подобие динамичных ивентов, боссы самых разных габаритов и сложностей и, конечно же, огромный открытый мир, который, по заверениям разработчиков, намного произойдет в World of Warcraft. Продвинутая система недвижимости позволит вам поиграть в Sims, обставляя ваш дом всевозможной утрию, которая, к тому же, будет играть не только декоративную роль. Пока что это практически вся информация об этой игре. Скажем так, сейчас она очень похожа на линейдж, но с возможностью купить дом и ультра-убийственной графикой, для которой потребуется новый компьютер ценой от 2000 долларов. КОНЕЦ 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 И последняя из ожидаемых онлайн-игр 2014 года на данный момент — это Archi-Edge. Да, конечно, как обещают, запуск этой игры произойдет в конце 2013-го, но, скорее всего, из-за проблем локализации мы увидим ее только в первом квартале 2014-го года. КОНЕЦ Онлайн-игры в Корее безумно популярны и штампуют их там сотнями, но при этом очень сложно встретить что-то действительно качественное. Ну а что говорить про игры так называемой «песочницы»? Сам их, можно сказать, просто нет. Но в то же время на Западе игры «песочницы» тоже пока еще достаточно редки. Archi-Edge, несмотря на свои корейские корни, относится как раз к этой малочисленной категории «сэндбокс-игр». По мнению лидера проекта Джейка Сонга, будущее онлайн-развлечений за играми, которые не ограничивают игрока какими-то сюжетными линиями, квестами и прочими обязательными штуками. Поэтому в Archi-Edge вы сможете, например, построить корабль и отправиться в плавание, найти необитаемый остров, построить на нем дом и посадить яблоневый сад. А кто-то другой может точно так же случайно наткнуться на ваш домик и оставить от него один лишь пепел. Или стать вашим соседом и поселиться рядом. Archi-Edge – одна из самых амбициозных онлайн-игр, и это видно уже по размерам мира. На каждом из трех гигантских материков можно разместить еще одну онлайн-игру поменьше. Островов больших и маленьких в этой игре ничуть не меньше, чем в реальном мире. А океан – это такая же равноценная площадка для приключений, как и суша. Во время плавания на вас может напасть кракен или пиратский корабль, ведомый таким же игроком, как и вы. При этом мир игры абсолютно бесшовен, и во время путешествий вам не будут надоедать экраны загрузки. Важная особенность игры заключается в том, что в ней нет класса в привычном понимании этого слова. Обычно онлайн-игра выглядит так – выбрал танка или лучника, и играешь им. Надоел – прокачивай другого. В Archie Age 10 разных ведок развития, и игроки могут взять любые три из них. Объединить магию смерти и духа с лучником, или взять воина с веткой контроля и призыва. Всего доступно около 120 вариаций, и если вам не понравится, как они уживаются, всегда можно все изменить. Каждый, кто играл в азиатский MMORPG, знает, какая там обычно скучная прокачка. Наши восточные братья могут круглыми сутками дубасить монстров, как будто это самое интересное занятие на свете. Если вам не охота с утра до ночи махать мечом, то Archie Age проведет вас квестовой дорожкой с первых шагов до максимального уровня. К сожалению, погнавшись за масштабы, разработчики совершенно упустили из виду интересную боевую систему. Age of Conan, Terror, Vindictus и прочие онлайн-игры убеждают, что будущее за боевой системой без выделенной цели. Но Archie Age проповедует старую формулу – выделить цель, нажать на кнопку и получить результат. На этом все. Конечно же, онлайн-вых игр, которые выйдут в 2014 году, будет очень много. Но, как это обычно бывает, значимых проектов, которые наделают шуму, будет от 3 до 6. Давайте следить за новостями игрового мира и надеяться на постоянный и правильный прогресс в этом направлении. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok